Биотопный аквариум Понятие этих двух слов очень емкое. Давайте разбираться вместе, что это такое и с чем его едят. Для этого я отправился на научно-популярную конференцию «Природные биотопы». Которая проходила в Санкт-Петербурге. Забегая вперед, скажу, что после этой поездки я очень сильно вдохновился этой темой. Настолько сильно, что на данный момент пересматриваю темы для будущих видео, которые запланировал на этот год. Поэтому можно сказать, что данное видео – мой первый шаг в новое для меня направление. Видео-выпусков, которые будут посвящены этой теме, планируется очень много. Поэтому на канале Пар уже создан отдельный плейлист. Ну а теперь коротко о самой конференции. Вот в рамках вот этих природных правил и природной красоты нужно попытаться воссоздать что-то красивое и правдоподобное. Здесь будет находиться мой коллега Сергей. Также, смотрите, здесь есть моя небольшая библиотека, которую я привез из дома. Здесь различные книги про природные биотопы. Можно посмотреть, вдохновиться различными ландшафтами и попробовать их воссоздать. Дрители могут проследовать в актовый зал и занимать места. Все. Желаю вам вдохновения. Организатор конференции Олег Лабутов. Интереснейший человек, о котором нужно снимать отдельное видео и, возможно, такое видео появится на канале Пар. Олег – организатор самого популярного конкурса биотопных аквариумов в мире. Автор сайта Биотоп Аквариум Инфо, на котором хранится самая большая коллекция биотопных аквариумов и видеороликов природных биотопов. Ссылка на этот сайт находится под этим видео. После просмотра этого видео обязательно сохраните себе данный сайт в закладках. Там очень много полезной и интересной информации. Также Олег Лабутов – автор группы биотопных аквариумов в группе ВК, в которой хранится самая большая в мире коллекция фото и видео природных биотопов и биотопных аквариумов. Автор статей и член жюри биотопных конкурсов в других странах. Исследователь-любитель и фотограф природных биотопов России и других стран. Конференция началась с океанариума, посещение которого было совершенно бесплатно для приезжих других городов. Так, все, кто приехал на это мероприятие, погрузили в интереснейший подводный мир. К слову, на конференции присутствовало больше 300 человек. Вообще, биотопная аквариумистика с каждым годом набирает обороты и популярность данного направления растет во всем мире. Здравствуйте, уважаемые гости. Я очень рад видеть вас всех на этой конференции. С каждым годом все больше участников. На сцене выступали докладчики с разными темами. И первой была Елена Мазурек. Она является победителем и серебряным призером конкурса дизайна биотопных аквариумов 2011 и 2012 годов. Тема ее доклада – особенности оформления биотопных аквариумов, разнообразие и красота подводных ландшафтов. Рассматривали фото подводного мира и биотопные аквариумы. На мой взгляд, эта тема доклада особенно интересна тем, кто собирается развиваться в этом направлении и участвовать в конкурсах по биотопным аквариумам. Добавлю, что по докладу Елены Мазурек планируется отдельное видео. Чтобы его не пропустить, обязательно нажмите на колокольчик. Здесь мы присутствуем. Все сложено, опять же, в такую композицию треугольник, и сверху, как и здесь, прикрыто парочка инвестипов. Мне кажется, что такие вещи, они не эстетичны, они не вызывают, опять же, лично у меня никаких положительных эмоций. Я буду вам рассказывать сегодня о составе природных биотопов, биотопов, которых мы лично посетили, все личные фотографии, которые у нас были представлены, сделаны мной, участниками нашей экспедиции. Еще одним из докладчиков был Дмитрий Логинов, член Российского общества любителей аквариумных растений, путешественник. Изучал множество биотопов на островах Борнео, Шри-Ланке и других. Доктор химических наук, автор сайта «Ароидные. От болота до аквариума». Его тема доклада была «Биотопы водоемов в Юго-Восточной Азии и Австралии. Глазами путешественника». Следующий докладчик Андрей Телегин, инженер-биотехнолог, который принимал активное участие в проектировании и запуске четырех океанариумов, а также ряда других объектов. Организатор конференции «Аквариум как средство познания мира». Его доклад назывался «Биотопы северных морей и их воспроизведение в аквариумах». Также мне очень понравился доклад, который подготовила Дарья Максимова, зоотехник отдела «Аквариум ГАУ Московский зоопарк». Она рассказывала о внешних факторах, влияющих на образование пола у живородящих рыб. Вы знаете, как я трепетно отношусь к аквариумным жителям. Поэтому, конечно, на ее доклад также сделаю отдельное видео. Про исследование биотопов и кромечущих карпозубых в Килле в Африке рассказал Сергей Таргашов, путешественник, участник экспедиции по местам обитания и кромечущих карпозубых в Африке, разводчик Килле. Доклад был очень интересным и подталкивающим к действиям. Признаюсь, некоторые доклады пропустил. Дело в том, что в холле на протяжении всей конференции проходил конкурс по сухому оформлению в природном стиле из материалов, которые предоставила компания Дегатоп. Посмотрите, как чудесно все было организовано. Настоящий тренажер. В конкурсе принимали участие около 40 человек, в том числе и я. Вообще, все это мероприятие в целом оставило очень много приятных впечатлений. Не обошлось без новых знакомств и встреч с некоторыми подписчиками. Хочется сказать спасибо Олегу и его другу Сергею Аникину за организацию и проведение подобных мероприятий. Впереди вас ждет еще несколько видео с этой конференции. А пока на этом все. До новых встреч в новых видео на канале ПАР. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok